Давление жидкости на стенке сосуда может быть продемонстрировано следующим образом. Имеется сосуд с наритой в нем жидкостью водой, в стенке которого имеются три отверстия, заткнутые пробками. Чем больше давление, тем с большей скоростью из этих отверстий при вынутых пробках будет вытекать жидкость. Скорость вытекания подчиняется закону Торричелли, то есть равна скорости свободно падающего тела с высоты уровня жидкости до уровня соответствующего отверстия. Проделаем этот опыт. Вынем пробки. Мы видим три параболы соответствующих разным скоростям вытекания жидкости. Из верхнего отверстия вытекание происходит с наименьшей скоростью, из среднего с большей, из нижнего с еще большей. По мере уменьшения уровня и перепада высот меняется, уменьшается давление, под которым вытекает струя, и по достижении уровня соответствующего отверстия вытекание жидкости прекращается. Сосуд Мариотта позволяет получить постоянную и регулируемую в широких пределах скорость вытекания жидкости из отверстия стенки сосуда. Сейчас эти отверстия заткнуты пробкой. Сосуд для этого снабжен наверху большой пробкой, в которую через уплотнительную прокладку пропущена трубка, сообщающая этот сосуд с атмосферой. При вытекании жидкости из сосуда над уровнем жидкости под пробкой образуется разрежение, давление падает, и из трубки выходят пузыри. Таким образом, на уровне конца трубки атмосферное давление, и скорость вытекания, согласно формуле Торричелли, будет зависеть от разности высот между концом трубки и отверстием, сообщающим сосуд также с атмосферой. Проделаем этот опыт. Вынимаем пробку. В начале появляется струя жидкости, она быстро прекращается, поскольку над уровнем жидкости в сосуде образовалось разрежение. Теперь, если поднять трубку вверх, возникнет разность высот, между отверстием, из которого вытекает жидкость, и уровнем конца трубки. Вот эта разность высот, согласно формуле Торричелли, определяет скорость вытекания жидкости. Эта скорость будет сохраняться постоянной до тех пор, пока уровень жидкости в сосуде не достигнет конца трубки, то есть достаточно длительное время. Скорость эта может легко регулироваться путем изменения глубины погружения нашей трубки. Мы можем увеличить разность высот, увеличить скорость вытекания и можем ее произвольным образом уменьшить до нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова